Здарова мужики, в этом ролике мы направимся на территорию темной долины. Мы будем выбивать военных, захватывать новые территории в ожидании пси-шлема от Сахарова. Огромная база находится долго на кладбище техники. В прошлых роликах мне эта база доставляла немало проблем. Посмотрим, получится ли её наконец-то выбить. Также в этом ролике мы продолжим улучшение своего героя, прокачку скиллов, достанем новый костюм и купим новое оружие. Кроме всего, на нашу базу начнут нападать враги. Кто бы мог подумать, что именно эта группировка начнёт атаку на нашу базу. Приятного просмотра тебе, здравого аппетита и будь здоров. Товарищи, не забывай подписываться на канал, жмякать лайк, на колокольчик и погнали. В общем, мы остановились на кладбище техники, здесь долго-много. И наконец-то наши выбили привал в лесу. Ни один отряд мы там потеряли, но всё же неизбежно они обосрались. Поставлю приоритет сейчас на последнюю базу долга, на кладбище техники и иду дальше по своим делам. Приоритета так 4 поставить, хотя не, нифига, надо ставить приоритета больше, чем отрядов там находятся у врага. Это будет логично. Враг для меня это долг, военные и монолит в данный момент. Грех ещё, по-моему. Рененгаты. А так бандиты, нейтралы уже кенты. Динамика отношений работает в полную меру. Мы подружились с ними. И в этом ролике хотелось бы осуществить продвижение по сюжету. Куда-то пойти уже на север там или на Припять, или куда нас заведёт сюжет, я не знаю. А пока хорошо бы сходить на главную базу, затариться патронами, поспать. Ох, было горячо в прошлой серии здесь. Заходишь, просто балдеешь. Класс. Ну что ж, погнали на базу хули сидеть. Наша главная база в Мертвом Городе. Вообще мне где-то сутки ещё подождать, и мы получим пси-шлем у Сахарова. Что делать в течение суток, я хз. Я уже готов смириться с тем, что тут поспать придётся. Хотя опять же, нежелательно, блин, проснёмся и жесть будет. Ради эксперимента чисто давайте попробуем. Я не устал, говорит. Слышишь, мы всю ночь гуляли. Мне кажется, потребность сна отключена. Где-то дичь. Странно, но не нахожу, ладно. Ну тогда надо ещё сутки чё-то делать. Целые сутки надо ещё потратить на путешествие, на захват баз, может быть. Ну кстати, да, желательно распространяться дальше. Эти куда идут? Склады, привал на плитах. Да ты чё, вот сюда же, пойди, приоритет ставил, ёпта. Зря ставил, а там уже нет приоритета. Серьёзно? Зачем я ставил? Потому что это странно, это очень странно. А вот на перекрёсток чуваки идут. Но мне же не перекрёсток, нужен блокпост. Восточный блокпост так и называется. Всё-таки придётся на Тёмную долину сходить. Там база пустует. Одна, вторая. Ну и третья со сталкерами. Там у меня по заданию чел есть. Блин, ну придётся всё-таки сходить. Чё поделать? Целые сутки надо чем-то заниматься. Наверное, да. Вообще, где ещё у нас есть враги? Можно было бы расшириться ещё на болотах немного. На кордоне там пошуршать немного, да. Площиня чё-то есть. Основная угроза от кого вообще исходит? Это монолит. Военные. Военные долг ближе всего ко мне находятся. Ну вот, кстати, с севера. Монолит в движении. Не знаю, куда он идёт. Возможно, на склады. Тут переход находится. А, не, стойте, это на радар. А вот на склады. Возможно, они на радаре идут отбивать свою базу. Мы там первую уже взяли. Неплохо, да? Выжигатель наш. Вау. Затон, Юпитер, можно сказать, в нашей территории. Но, правда, вот тут баз. Маловато у нас. Захватить бы ещё. Но это всё дело времени. До отряда патруля 9 минут. Я думаю, заспавнится. Может, куда-то да пойдут. Можно даже приоритет поставить. Вот. А, блин. Чё, серьёзно? Стоянка, завод. Стоянка, это лесничество. Я думал, база. Да, теперь на Затоне практически нет баз. Ну, в таком случае, хрен с ним, ладно. Мёртвые места, так сказать. Быть заселённые мутантами. А вы только гляньте на Юпитер. Там же вообще трэш. Откуда столько мутантов, чуваки? Не перебор ли? Ну, давай тогда на КПП приоритет поставим. Может, наши туда доберутся. А на завод вряд ли. Ну, там просто чума. На Восточной Припяти у нас есть один магазинчик под контролем по лору. КБО, это стоянка. Ничего интересного. Ну, хоть прачечная эта база, слушай. Вообще, можно рано или поздно войну объявить кому-либо. Прометая, это тоже стоянка. Видали такое? Ричпорт, это тоже стоянка. Она ничего не спаунит. То есть, две базы на Восточной Припяти. Прачечная и магазин книг, получается. Ой, непонятно, непонятно. Вот это стрёмно максимально. А как же монолиту развиваться? Ага, монолит всё-таки в режим лесу пошёл мутантов гонять. Или ресурсы захватывать. Копёр, это база. Вот тут, кстати, две базы есть. Значит, пока у нас есть время до сюжета, давайте в таком случае пойдём, опять же, на юг истреблять военных и долг. Денег ещё надо заработать. И, возможно, к концу видео мы разживёмся костюмом получше. Отремонтируем оружие. Да, кстати, вот это барахло продать надо. И патронов закупить. Сейчас я этим займусь. Вообще, у меня есть патроны на G36, но он убитый. Так что, да, детали многие менять надо. Я бы использовал АК-74М пока. У него хоть немного всё в более-менее состоянии нормальном. Вот только запчасть поменять бы. Ствол, которого тут нет. Блин. По ремонту мне обойдётся G36 десятку. А АК всего-то 5К. Да, только детали поменять бы потом. Чё-то тут прокачать можно, малёха. Ладно, не буду прокачивать. Лучше всего потом новый купить костюм. Тут ещё инструменты, кстати, надо раздобыть. Чё-то дорого получается. Патронов только покупаем на 30К. Я надеюсь, оно окупится. А чё по прицелам? Прицела тут, похоже, нет. А вот он уже спать захотел. И наконец-то он спать захотел, блин. Тут же в ящиках есть максимальный вес, который влезает. А здесь это 70КГ. Так что надо ещё выбирать, что пихать. Ладно, а пока я готов к вылазке очередной. Блин, получилось подняться так легко. Чё, в прошлый раз так тяжко было. Техника определённая нужна. Так, смотрим. Ты чё, дурак, что ли? Наши на склады побежали. Хотя я вроде как менял их направление. Ну какие же они конченые. Ну что это? Вот они уже на складах ходят. Всё же блокпост долго мы выбьем по пути. Я эту мразь не оставлю. Просто так. Я помню, как обосрался в прошлом ролике. Там было очень неприятно. Так что идём на вылазку. Чё? Что это? Простите. Что? Что это? Три сквада долго у меня в мёртвом городе. Это они с янтаря пришли. Прикинь. Вот это сейчас повеселимся. Сейчас бы на мою базу быковать. Слушай. Подворотня мой дом, ёпта. Иди сюда. Не, ну я, конечно, понимаю, что вы борзые. Но не настолько. О, понеслась. Ёпта, оно уже клинит. Для как близко подошёл уже. Мразота. Так, ну один есть. Второй есть. Уже бомбок нормально так отвалили. Так, только надо замотаться. Дверь пробивается. Он в дырку залез. Вы это видели, Токаша? Чёрт спрятался в дырку. Ну давай, вылазь уже. Побежал. Слушай, чё-то больно. Давай, давай, прикрывай. А я пока залечусь. Так, это кто? Вроде наш. Всё же оно безбожно клинит. Надо детали новые. Так, ещё один готов вроде. Наш рядом с противником стоит. И ему вообще насрать. Тут какой-то интеллект. Немного странный. Вот сейчас чел, куда он смотрит? Это же враг. Он спиной к нам стоит. Чё? Ко мне гости забежали? Он прям в здание влетел. What the fuck? Готово. Такое чувство, как будто бы их там Арава с 15 человек была. Такое возможно вообще. В отрядах по 5 человек бывает. Возможно даже больше. Итак, смотрим. Всё, наконец-то развалили всех. Главное сейчас залутать всё. О, куртец нормальный. Кто-то говорит, что ему нужен доктор. А, это я, наверное. Точно. Надо залечиться. Даже трусы забрал. Пригодится. CP2M вереск. Впервые вижу такое оружие. А, тут пистолет мешает просто. Я понял. Тут вал есть даже. Давай вал заберу. Вот это налёт. Это типа ответный удар. Ответочка за кладбище заброшенной техники. В целом мы заработали 63к на убийствах только что. И массу лута набрали. Костюм найма. Ещё, наверное, кусков 6 так заработали. Нормально. Так что мы имеем. Костюмчик вот этот я сливаю. Хотя тут броня лучше. Но переносим в овесы меньше. А может я отремонтирую, кстати. А ну давай. А оно не ремонтируется. Надо вручную. Ещё на десяточку. И таким образом мы можем себе позволить нормальный калаш. Тут бэушное оружие. Потёртость. Все дела. Я возьму, пожалуй, себе калаш. Потому что с таким барахлом ходить нельзя. Топ. Отлично ведь смотрится. Ещё бы колбаски взять с водой в путь. И можно, в принципе, выходить. Ага. Гитара. Ядулин. Барвинок. Это тут медик. Вот в кого надо медицину брать. Мне кажется, более-менее оптимально настроил игру. Чтобы сильно прям не запариваться. А побегать по сюжету. И по войне группировок. И с определённым балансом экономики. Ну, чтобы всему нарадоваться. И сильно не рыгать. Очень рад этому. И сейчас бы хавки прикупить у тебя. Да-да. Ну, конечно же, теперь он хочет спать. Именно тогда, когда я собираюсь в путь. Сук пропустит. Ты задолбал. Серьёзно. Ладно, не буду идти никуда. Ещё таблеточку. Спать переходил. Это значит, можно идти дальше. Ёпта. Смотрите, куда они пришли. Похоже, отряды, которые вот тут появились. Кто-то пошёл к нам. А кто-то пошёл на склады. И захватили там они базу уже. На складах минус одна наша база. Посмотрим, чем это закончится. Я туда, конечно, приоритет поставлю. А чё дальше неизвестно. Я всё-таки иду по плану. Сейчас сделаем налёт на кладбище техники. И дальше на долину. Ох, нифига. Сталкеры. Сталкеры выбили военных с базы в Тёмной долине. Они выбили, но не захватили. Значит, я иду туда. Так, схрена ли вы покинули базу? А как же отряд, который я купил? Чё? А вот. Свобода и наёмники сформировали альянс. Только что иконка была. Ёпта. На наши уже там тусуются. Надо побежать быстрее. Так, начинаем веселиться опять. Ты чё? Я только подошёл. Слушай. Это экзоскелетчик. Ну, понятно. А я хотел один когда-то это выбивать. Это вообще возможно было? Мне надо стимпаков где-то набрать. Надо заканчивать этими аптечками заниматься. Ладно, сразу залутаю. Мало ли, может кто-то захочет залутать кроме меня потом. Готов, голубчик. Слышишь, это чё за абсурд? Чего он мимо прошёл? Что? Они какие-то глючные временами. Прям очень ощущаются. Ну, допустим, это человеческий фактор всё-таки. Чуваки, может, не обезженные ещё. Ух ты, ёпта. Враг вроде, да? Честно, не понимаю. Там и наши стоят. Да не, это же лейтенант. Вроде обезженный мужчина стоял. А чё-то тупняк поймал. Он не выспался, скажем так. Это наш. А вот мудила. Хе-хе. Всё? Не, не всё. Он в меня стреляет сейчас. Да. Это грустно. Это реально грустно. Я не знаю, что это за бред. Наверное, я своего ранил как-то, да. Да. Да-да. Ну, как видим, мне даже заплатили за то, что я кого-то замаслил. Так что всё, я делаю правильно. Всё, захватили базу по новой. Наши заспавнились, они не против. СГИшка, блин. А я бы походил, будь она в нормальном состоянии. Вот это тут, конечно, клан Дайкс. Очень важное задание выполнено. Кладбище техники полностью взято под контроль. Сколько же их тут было? Это жесть. Блин, а чётко прослеживается движение на радаре? А, значит, логово собак это база. Блин, логично, да? А теперь скажите, что секретный объект это не база. А, нет, всё-таки база, нормально. Тогда нормально. В общем, у Греха на радаре есть база. И вижу, они спавнятся активно. Это прикольно. Посмотрим, что будет дальше. Ну, а посмотрели, что будет дальше с долгом. Теперь это нападение на кривую балку. Будет интересно их оттуда выбивать, если они ещё что-то захватят. Так, снова навариваемся. Инструменты я не продаю. Может, когда-то ещё пригодится. Будем что-то делать. Срочно нужен толковый и опытный сталкер, который он сможет провести на кладбище заброшенной техники. Мне же по пути. Как тебя зовут там? Петь Кадет. Странно, но здесь я тебя не вижу, чел. Чё, каждого теперь обойти? Я надеюсь, это не рандомное сообщение. А по факту? Да нет, тут Петьки Деда. Чё происходит? Не понял. Опять? А, это Монолит? Серьёзно? Монолит с севера пришёл. Вот это жесть. Слушай, я не ожидал. А вот он. Голубчик. Здорово. Ни хрена их толпа там пришла. А угроза-то существует? А я как-то расслабился, думал, не, не придут. А там и долг чё-то отхавал уже у меня. И Монолит пришёл опять. Куда-то убежал, чувак. Будем догонять. Или лучше не рисковать? А красиво, блин. Только нифига не видно. Вы видите его, чуваки? Где нет? Очень, конечно, красиво. Он куда-то спрятался. Ладно, чуваки, удачи. Я пока полутаюсь тут. Угу. Три у меня жертвы лежит. Нифига. Комбез РХБЗ Чернобыль. В отличнейшем состоянии. Мне очень повезло. Глушак я забираю. Остальное говно. Говно, говно, говно. Я к ним пока ходить не могу. Но вот они ко мне уже пришли. И слушай, это они покинули свою базу. В Лиманске, похоже. Лиманск полностью пустой стал. Вот такие приколы происходят. Так, а что по костюму-то? Избавиться от нашивки можно и носить. Или не стоит. Грузоподъемность плюс 25. Плюс броня 28%. Баллистическая защита плюс 8. В таком-то случае, слушайте, я накину. И буду особенным здесь. Вау. Просто вау. Мне, черт возьми, нравится. Жаль темно. Сейчас хрен, что увидишь. Ну, в общем, как-то вот так вот. Какой интересный чел, да? Жаль темно сейчас. Ладно. Чела я так и не нашел. В таком случае, я сам отправлюсь. Хрен с ним. Скоро будем в темной долине. Итак, открытая темная долина. Я здесь в первый раз. Что странно, так это то, что здесь метки NPC есть какие-то. Тут торгаши, что ли? Проводники. Что это за челы вообще? Одиночка, бандит, одиночка, бандит. Так, ну, первая часть базы захвачена уже. Ангар дядьки Яронаш. Ашот здесь, что ли? В аномалии здесь другие персонажи. Какой нахрен Ашот? Почему бы здесь не купить патронов? Бля, патронов, какая водка. Алкоголик. И последняя часть базы. Третья часть. Сейчас захватится. Потом можно двигать на военных. На хоу-заводах. Там наших два отряда с кладбищей техники двигает. Правда, что-то медленно. И FPS что-то люто упал. Почему? Что? Кто-то стреляет? Голоса бандитов. Кто-кого стреляет? Не понял. Ну вот, кстати, бандос стоит. Слушай, тоже. Это, наверное, нейтралы с бандосами месяца. Ладно, это не мое дело. Правда, от НПС тут глюки лютые. Бля, только меня не заденьте. И тут бандос стоит. Блин, почему-то их на карте не видно, не отмечаются. Как это вообще? Фраер тут лежит. Умирают? На, держи, брат. Не знаю, что на этот счет скажут нейтралы. Возможно, из-за таких действий и отношения попортятся. Ничего страшного. Это уже вояки? Надеюсь, он сдох в электре. А, я его убил? Серьезно? Что-то я даже не заметил. Можно было бы на завод пойти, но у меня есть некоторые сомнения с таким кадром маслить военных. Тут скорее они меня замаслят. Так что я, пожалуй, припаркуюсь к ближайшей базе и усну. А на утро, надеюсь, уже пси-шлем будет готов. Было бы неплохо. Ну, короче, как-то вот так вот. После сна происходит трэш. Спаунится в больших количествах нейтралы, потому спать вообще нельзя. Надо откатывать сохранение. Как-нибудь без сна обойдемся. Ну, это же писец. Че это за абсурд? Браток, здорово. Я выполнил твое задание. 10 300 граната. Блин, неплохо. Это очень толковая награда. Я так понимаю, надо побольше выполнять задание, дабы повысить отношения с группировкой и расширить ассортимент. У меня со своей группировкой отношения 300, в то время как с бандитами 2 200. Мне надо к бандитам ходить торговаться, получается. У них, скорее всего, лучший ассортимент будет, чем у наших. Если я не прав, можете поправить. Че-то здесь завелось. Это собака. Собака съела чувака. Обидно. А этот побежал сразу лакомиться. Да ты чё? Только чел умер, а ещё не остыл. Кровосос побежал. What the fuck? О, какой большой. Так это целая семья кровососов. Ёп! Че это было? Это было очень странно. Но кровососы здесь, признаюсь, самые стрёмные, которых я видел. Вот они с иголочками. Волосатые. Большущие. Ночью такого встретил, офигел. Тут, кстати, ещё отмечается, что это левел 1. Ассортимент левел 1. Это очень круто, что есть отметочка. Надо повышать отношения. Ну или документы нести, кстати. Не уверен, что именно документы с ними работают. Может быть такое, что только отношения. Важный вопрос, кстати, важный. Дед, ты задолбал, гони уже шлем. Нет, ещё не готово. Эх ты. Вообще-то уже двое суток прошло, думаю. Короче, я нашёл его сообщение. Оно было где-то двое суток назад. Только остаётся ещё часов 5 подождать. Часов 5 и посмотрим, что будет дальше. Вроде и недолго. Спустя некоторое время я забираю пси-шлем. Наконец-то этот момент наступает. Сахаров сначала советует мне его протестить в полевых условиях. К сожалению, пси-аномалии точно не подойдут. Но вы можете помочь нам отключить пси-установку в лаборатории к северу отсюда. Некоторое время назад она странным образом вновь стала активной. К счастью, её мощность гораздо ниже таковой выжигателя. Так что шлем вас точно защитит. В общем. Это в лабу на янтаре мне нужно сходить ещё. Оказывается. Надо же. И потом направляться на радар. То есть две лабы отключить. Не жирно ли вам будет? Ах. И живая легенда зов севера. Это Цербер. Чел, к которому нас отправлял наш предводитель. Цербер это сталкер-ветеран, защищающий барьер. Он, скорее всего, последний человек, который видел группу стрелка на южных территориях. И, в общем, прежде чем наступать на радар, я поговорю с ним. И будем принимать какое-то решение дальше. Что можно сказать по поводу войны группировок? Мы будем продвигаться по радару с боем. Тут монолит, там грех, мутанты. Вот, кстати, тайничок. И учёные там лазят. Плюс у нас там ещё есть база. Это странно вообще. Там ведь выжигатели, как они там ходят, непонятно. Ну и на Риманский наш отряд есть уже. Прикол, да? Монолит на Затоне. Пока монолита нет на Юпитере. Возможно, дело времени. Ну а, в общем, за сегодня мы захватили полностью кладбище техники. Взяли под контроль Тёмную долину. Правда, с нами соседствуют сталкеры. И, возможно, их рано или поздно выбьем. Динамические отношения. Возможно, когда-то мы их реально пощупаем. В деревне новичков есть тоже тайник. Блин, надо будет сходить. Долг пошёл на агропром чё-то. Неужели они будут забирать территорию у военных? Ладненько. В следующем ролике мы отправимся в лабы. Будем наблюдать за войной группировок. И будем проходить, в общем-то, сюжет. Кто нас ждёт впереди? Непонятно. А вам спасибо за просмотр. Ставь лайк, подписывайся на канал. И нажимай на колокол, чтобы ничего не пропустить нового. Удачной охоты. И будь здоров, сталкер. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!